На Уросмера мы сегодня с размахом отпраздновали в Казмеде. Телеканалы организовали импровизированный мини-аул с различными площадками. Ремесленники представили серебряные украшения. Молодежь играла в асыки и танцевала хара-жорга. Мастера продемонстрировали исторические, уникальные музыкальные инструменты и рассказали, как с их помощью отпугивали туранских тигров. Подробнее об этом в материале Динары Жамбатыровой. Большой деловой Казмеде-центр, где круглыми сутками оперативно выдают новостные сюжеты, превратился в место массовых гуляний. Журналисты и операторы сменили строгие костюмы на праздничные, национальные и пели песни под домбру. Импровизированный аул под яркими софитами вместо солнца собрал самые разные мини-площадки. Здесь можно было увидеть, как степные опашки ловко справлялись с веретеном, молодежь играла в асыки и патриотично исполняла хара-жорга. Мы видим вот ремесленника, мы видим наших национальных собак, тазы. Видим очень много красивой молодежи. Вот опашка лармус, апалармус, аталармус кельда, кимещеки. Я надеюсь, что каждый год он будет таким же ярким, запоминающимся и будет приносить очень много положительных эмоций. Мы должны знать свои традиции, мы должны их передавать из поколения в поколение. Я уверена, что этот самый древний восточный праздник, он с каждым годом будет становиться только значимый. Всех поздравляю с праздником, желаю всем радости, здоровья, счастья и процветания нашей страны. Яркие камзолы, женственные тюбетейки и лаконичные чапаны. Похоже, благодаря наурызу национальная одежда войдет в повседневную жизнь казахстанцев, как и серебряные украшения. Они стали визитной карточкой казахстанской женщины. Эти украшения из чистого серебра можно передавать из поколения в поколение. Они никогда не потеряют свою ценность, а даже наоборот. Отожди к маме, от мамы к дочери. В этом высокий символизм. У меня лучки носят, с ноги носят. Для здоровья полезное. Ну и наше национальное серебро. Мне понравился, например, вот этот набор для молодежи. Он недорогой, 200 с чем-то стоит. Сейчас бриллиант дороже стоит. А эти инструменты – бесценные экземпляры, штучные некоторые с многовековой историей. Доказано, что от терков пошло распространение и язычкового инструмента – шанхобас. Похожие есть в Якутии и Индии. Еще один музыкальный инструмент, который при себе носили не только акыны, но и батыры – донгас хабак. Издревле наши казаки использовали при переселении с одного аула в другой аул. Когда обитал туранский тигр на наших землях, чтобы среди камышей безопасно можно было передвигаться, использовали данный инструмент, где изготавливается он из кожи и из декоративной тыквы и хвоста коня. При помощи этого звука, когда он мокрой рукой, когда вытягиваем по борцу, получается, издается звук тигра. В этом году Наурыс расширил не только масштаб празднования, но и напомнил казахстанцам о его историческом значении. Тенаржин Батырова, Иржан Канапияулы, 24 кезет.